Большой праздник физической культуры и спорта собрал не только жителей Заозерного, но и всех курганцев. Торжественное мероприятие открылось показательными выступлениями молодых, но уже выдающихся спортсменов курганских школ и секций. Всего были представлены 11 видов спорта. Среди них гимнастика, бокс, акробатика, карате, тэквондо, волейбол и другие. А после гостей мероприятия ждал большой праздничный концерт. Организацию и значимость события высоко оценил глава кургана Сергей Руденко. Мероприятие великолепное. Собрало очень много людей, не только любителей и истинных профессионалов спорта, но здесь достаточно много семей с детьми. И на наш взгляд это самая лучшая пропаганда здорового образа жизни и пропаганда физической культуры и спорта. А мне сегодня, в этот день, хочется поздравить огромную, я бы сказал, команду любителей, профессионалов, тренеров, судей, учителей, которые так или иначе связаны с физикой культурой и спортом, с этим замечательным праздником. Всех участников и гостей мероприятия поздравил с праздником и руководитель регионального управления физической культуры, спорта и туризма Александр Васильев. В этот праздник нам всегда приятно осознавать, что российский спорт на сегодняшний день, ну, можно сказать, находится в числе лидеров мирового спорта. И нам всегда приятно, когда наши соотечественники, россияне, зауральцы, конечно же, поднимаются на самые высокие ступени пьедестала почета. Виновники торжества были приятно удивлены праздником и тем количеством коллег по цеху, которые приняли в нем участие. Нужны для спортсменов, чтобы, ну, чтобы показать уровень свой, да, просто для населения, чтобы, ну, что хоть какой-то праздник был здесь спортивный. Организаторы подготовили, все отлично, нам все нравится. Все спортсмены, каждый показывает то, что умеют. Очень интересно посмотреть другие виды спорта, узнать что-то новое для себя. Да, мне кажется, что нужно побольше таких мероприятий, так, ну, люди объединяются друг с другом, ну, и весело детям. К кульминацией дня стал массовый пробег на дистанцию 2,5 километра, в котором мог принять участие каждый желающий. В борьбе за ценные призы от мясокомбината «Велес» лучшим стал Евгений Симаков. Кроме того, был организован пробег на дистанцию 4,5 километра среди подростков от 12 до 14 лет. Главный приз за первое и второе места – поездка в детский лагерь «Артек». Здесь третье место заняла Наталья Константинова, которая получила в подарок велосипед, а золото и серебро завоевали Татьяна Толтыкова и Диана Грачева соответственно. Просто занимаюсь лёгкой атлетикой уже несколько лет. Бег – это моя страсть, и я всегда участвую во всех соревнованиях. Среди юношей призовые места взяли Виталий Соловьёв – золото, второе место – Артём Клевцов и третье место – Артём Володин. Ещё одна поездка в «Артек» была разыграна среди гостей праздника. День завершился награждением победителей, вручением призов и салютом.